Норвежская писательница Сигарет Унсет в одном из своих произведений сказала, течет время, меняются обычаи и порядки. На многие вещи люди начинают смотреть по-другому, но не меняется лишь одно – это наше человеческое сердце. Вряд ли врачи современности и вообще доказательной медицины могли бы с ней в этом согласиться. Но если буквально на одну секундочку представить, что действительно по ЭКГ можно было бы увидеть биографию человека, я уверен, во все исторические музеи, во все архивы медицинские выстроились бы огромные очереди, потому что это было бы очень-очень интересно. Возьмем книгу 1881 года и посмотрим температура, частота сердечных сокращений, подсмертность. Ну, конечно, тогда еще не было ЭКГ. Давайте возьмем что-нибудь посовременнее. Вот, например, электрокардиограмма пациента 8 лет, мальчика Сережи Б. Что мы видим? В возрасте 8 лет у него есть родители, мама-папа, отец-купец, довольно зажиточный, проживает в Москве. Вот у него несколько братьев. На следующем отведении мы видим неожиданный зубец Ах. О чем он говорит нам? Мальчик до сих пор не разговаривает и, естественно, не умеет читать. Все ему пророчат будущее солдата, не более того. Но если мы посмотрим на следующую пленочку, которая показывает нам этого же мальчика в возрасте 9 лет, мы увидим, что неожиданно он вдруг начинает говорить. Ему приглашают учителя математики, который говорит, что да ты гений, ты математический гений. И все вокруг тут же пророчат ему будущее великого математика. Но если мы возьмем третью пленку, которая снимается, предположим, спустя уже 20 или 30 лет, то мы увидим совсем не математика. Мы увидим великого доктора с мировым именем, в очередь к которому собираются самые известные люди его времени. Как вы думаете, о ком идет речь? Иван Михайлович Сеченов, хороший друг Сергея Петровича, рассказывал историю, которая идеально характеризует Боткина. Эта история заключается в следующем. Пришел как-то к Боткину немолодой пациент. Говорит, живу я без выезда в своей деревне, чувствую себя прекрасно, но все-таки решил с вами посоветоваться. Вот смотрите, скажем, встаю летом 4 часа, выпиваю стакан водки, мне подают дрожки и я объезжаю поля. Прихожу домой около 6, выпиваю стакан водки и иду обходить усадьбу. Скотный двор, конный двор и прочее. Вернусь домой часов 8, выпиваю стакан водки, подзакушу и ложусь отдохнуть. Встану в 11, выпиваю стакан водки, займусь до 12 со старостой, в 12 выпиваю стакан водки, пообедаю и снова ложусь отдохнуть. Встану в 3, выпью стакан водки, о, как раз... Позвольте, перебил его Боткину. И давно вы живете такой жизнью? Да вот, как с вами вернулся, с тех пор так и живу. Позвольте, поинтересовался Сеченов. И что же вы посоветовали? Боткин закурил сигару и сказал. Посоветовал продолжать профессор. Первое время подобные рекомендации стоили Боткину больших насмешек со стороны его коллег. То он, видите ли, молоко пропишет пить, да побольше, пожирнее. То книги почитать или в картишки перекинуться. То затычки в уши на ночь. А однажды посоветовал пациенту, регулярно ходившему в Кремль, заходить не через Спасскую, а через Троицкую башню. Потому что над Спаской висела икона Спаса Нерукотворного, перед которой в любой мороз необходимо было снимать шапку. Пациент выздоровел. Однако народная молва о чудесном терапевте распространялась очень быстро. К нему стояли очереди пациентов и все были равны. Он лечил как простых людей, так и самых известных и влиятельных персон того времени. При этом Боткин был увлечен преподаванием не меньше, чем клинической работой. Он считал своим долгом передать важнейшие для того времени знания своим студентам. Давайте послушаем. ...существенные задачи подключить. ...пределение болезни, печенье болезни... ...пределение... ...пределение облегчения... ...пределение... ...пределение обессилий наших терапевтических средств, которые давшие облегчение на 24 часа ничего существенно не изменяют. ...прости меня за хандру, но нынче у меня был домашний прием. Я еще под свежим впечатлением от этого бесплотного труда. Смены по 40 часов, работа в университетской клинике, вечная неудовлетворенность современной медицины, литры кофе и крепчайшей сигары. Все это не могло не привести к тому, что у Боткина стала усиливаться одышка. У него появились боли в сердце, и окружающие твердили ему, Сергей Петрович, родненький, миленький, меняйте образ жизни, начинайте лечиться. Но Боткин не умел жить по-другому. Да и не хотел. Он умел хорошо уговаривать пациентов, строптивых пациентов, но с собой Боткин был довольно жесток. Лишь однажды он провел самодиагностику, самообследование и произнес эту самую легендарную фразу. «Да, шумок довольно резкий», — сказал Боткин. А что он услышал в этом шуме? Дальше дело не пошло, потому что Боткин испугался. Если бы он поставил себе диагноз стенокардия, чего он не сделал, ему пришлось бы отказаться от всего, что у него есть на данный момент, поменять полностью образ жизни. Отказаться от студентов, отказаться от лекций, отказаться от клинической практики. Сотни больных останутся без его помощи. В конце концов, сигары и кофе. На это пойти Боткин не мог. И тогда Боткин попытался обмануть сам себя. Он сказал, что диагноз его звучит как желчно-каменная болезнь. И начал себя лечить именно от нее. И, естественно, вылечить не смог. Не пытайтесь обмануть жизнь. Не пробуйте даже. Женитесь. Система. Размеренный образ жизни. Тепло. Нормальное питание. Как потом напишут его современники, это был всего лишь единственный диагноз, который Сергей Петрович поставил неверно. Еще несколько лет он ведет прием, читает лекции. И лишь в 1887 году он принимает все-таки решение отправиться на лечение во Францию. Но, к сожалению, уже поздно. 24 декабря Боткин умирает от инфаркта миокарда. На тот момент ему всего 57 лет. Это была рубрика «Имена». Меня зовут Евгений Кесарев. Не занимайтесь самолечением. Будьте здоровы. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Роксана Мухарямова. И я рада вас приветствовать на нашей программе «Кардиозум». Сегодня мы обсуждаем в рамках рубрики «Под вопросом. Сложные клинические случаи и редкие патологии». Я рада вам представить кандидата медицинских наук, врача-терапевта-кардиолога Константина Иванова, с которым сегодня мы планируем обсудить внезапную сердечную смерть. Здравствуйте. Здравствуйте. Константин, нас смотрят кардиологи и врачи других терапевтических специальностей. Я хочу, чтобы мы напомнили о том, как нужно быть настороженным в отношении случаев внезапной сердечной смерти. Надо сказать, проблема действительно очень актуальная и достаточно сложная, поскольку хорошие и терапевты, и кардиологи, разумеется, про это никогда не забывают. Но, к сожалению, мы сейчас в последнее время об этом говорим только когда что-то случается. А сейчас за последние буквально 3-4 месяца как раз произошло то, собственно говоря, особенно с медийными персонами, и вот все вновь об этом заговорили. Я думаю, что нужно в этой ситуации пойти от сложного к простому. Потому что давайте сначала коснемся каких-то достаточно сложных вещей, которые, может быть, забывают как раз. Терапевты прежде всего, и потом уже кардиологи. Мне так посчастливилось то, что когда я еще поступал, надо было сначала пройти терапию, и только потом можно было пойти в кардиологию. И это было очень верно. Поскольку вот одна из причин, про которые нередко забывают, так называемый синдром Бругада, у меня он сразу же ассоциируется с такой мордашкой, бульдожьей. Это по понятным причинам. Потому что если вообще их немножко поделить, почему это происходит, ну вот конечный диагноз. Один из главных диагнозов – это нарушение ритма или проведения, разумеется. Поэтому синдром Бругада – это вот та наследственная форма заболевания, которая приводит к жизнеугрожающим нарушениям ритма. И на самом деле многие кардиологи, в том числе и наши хорошие знакомые, стали ругать терапевтов, стали ругать кардиологов, другие специализации, что, дескать, вы плохо смотрите ЭКГ. Я скажу вам честно, за свою практику я ни разу это не встречал, такую патологию. Но, вообще, сам принцип диагностики достаточно простой. Есть некий паттерн признаков на ЭКГ. Почему я вспомнил про собачку? Потому что, в принципе, все предельно просто. Это элевация неспецифическая сегмента СТ в отведении В1-В3. Это удлинение интервала ПР. И, конечно, это не полная либо полная блокада правой ножки пучка ГИСа. И тогда это уже должна быть некая настороженность о том, что это может говорить о серьезном заболевании. Потому что, прежде всего, чего мы боимся при этом синдроме, который, в частности, возникает у детей? То, что возникнут не предсердные нарушения ритма, хотя мы о них тоже сегодня поговорим, а именно желудочковая тахикардия. А мы все прекрасно понимаем, что когда возникает желудочковая тахикардия, риск внезапной смерти возрастает в десятки раз. Поэтому, вот здесь, в принципе, самое главное, это чтобы была первая пленочка ЭКГ, хорошо снятая, не забывать про вдох, выдох, чтобы эта пленка была длинная, хорошенечко ее просмотреть внимательно, измерить все интервалы, не помешает и ПКУ, и КУТЭ померить, потому что есть еще синдром удлиненного КУТЭ, например, и вот это оценить. Потому что, когда, например, многие говорят, дескать, вот давайте мы каждый год будем делать диспансеризацию и непременно надо каждый год делать электрокардиограмму. Это ерунда. Это абсолютное заблуждение. Было громадное исследование, большое, действительно, которое показало, что, по большому счету, увы, но кардиограмма во многом нам ничего не дает. Вот если исходно есть вот эти признаки различные, нарушения ритма, проведения или другие, тогда мы можем судить и дальше посылать уже на дальнейшие исследования. Если их нет, даже вероятность того, что к тебе пациент приходит, у него все хорошо, а через там 20 минут или через день не случается острый коронарный синдром, вот этого избежать очень трудно. К сожалению, нет вот этих триггеров, которые нам бы подсказали. Какие еще признаки или заболевания могут приводить к внезапной сердечной смерти? Я задаю этот вопрос исключительно для того, чтобы мы сейчас определились, какие специальности должны, ну, условно, быть настороженными в отношении внезапной сердечной смерти, кроме кардиологов, потому что до кардиологов еще надо дойти этому пациенту. Мы на этот счет дискутировали не так давно с Олегом Талибовым как раз. Он высказал свою позицию уже на предмет того, что в скором времени кардиологи и терапевты в принципе будут не нужны. Вот я с ним не согласен на этот счет, потому что вы спросили, кто. Я считаю, что прежде всего в главе угла это именно грамотный терапевт. Потому что он потом должен направить неврологу, эндокринологу, кардиологу. Потому что, ну, например, вот еще два таких серьезных синдрома. Синдром Морфана, который вот хочется сразу вспомнить. И синдром Эйлерса-Данласа. Вот их два таких серьезных. Это также генетическая патология, которая связана в одной ситуации с недостаточной выработкой коллагена. Но это так или иначе, это не тканная патология, которая также, в принципе, по большому счету приводит вот к всем этим патологиям. Нарушение ритма сердца, внезапная смерть. Острое кровотечение, в том числе тромбоэмболические события, опять же внезапная смерть. Это миксоматоз может быть, тоже внезапная смерть. Расслаивающая невризма орты, внезапная смерть. То есть все те состояния, которые приводят. По большому счету, вот первичный осмотр правильный, и то, чему должны полноценно учить в институте, а правильно забыли, потому что есть ультразвук, МРТ, но никто не должен забывать, что первично мы должны посмотреть на пациента, внимательно посмотреть на пациента, изучить его. А дальше никто не отменял аускультацию, перкуссию и пальпацию. Вот вроде звучит 21 век медицина будущего казуистично, а на самом деле это чертовски важно. И особенно это важно, когда вот этих детей смотрит педиатр, потому что ряд этих патологий можно выявить еще на пренатальном уровне за счет фенотипирования генетических исследований и так далее. Но ведь есть большое количество желудочковых нарушений ритма, когда нет никаких признаков. Да, конечно. То есть правильно ли я понимаю, что не всегда можно предусмотреть или предсказать, что такая патология возможна? В этом-то и самая большая проблема. Потому что, опять же говорю, когда мы смотрим, к сожалению, посмертный эпикриз, там, скорее всего, будет написано, например, электромеханическая диссоциация. Ну, как уже вариант исхода. Но что к этому привело? Что привело к желудочной тихикардии? Что привело к пируэту, так называемому? Вот это самая большая проблема. И зачастую обращаются, особенно там молодые девушки, очень часто бывает, говорят, у меня жуткое нарушение ритма, у меня вот все беспокоит, у меня там пульс зашкаливает. Начинаешь ее расспрашивать. Ну, просто как она в жизни себя ведет? Ну, у нее пульс 90. На самом деле это вариант нормы. 60-90 – вариант нормы, по большому счету. И начинаешь смотреть, делать там холтеровское монетарирование, опять же. Еще один метод исследования, мы вешаем датчики, бывает на трое суток, 12-канальный, чтобы посмотреть, и он ничего не показывает. Это настолько часто бывает. Вот в моей практике, увы, это бывает очень часто. И впоследствии, когда ты уже, если уговариваешь пациента, объясняешь ему грамотно, то, что вы знаете, у вас все похоже на то, что есть нарушение ритма, и надо делать там через пищеводную стимуляцию, или впоследствии ЭФИ исследование. И она соглашается, мы это выявляем. Или делаем какие-то функциональные пробы. Но, наверное, обязательно должен сказать про самое главное. Когда мы собираем анамнез, мы непременно должны спрашивать про генетическую детерминанту. И очень внимательно. Грамотному врачу-терапевту это очень о многом скажет. Он будет уже нацелен на какие-то дальнейшие шаги, что необходимо сделать. То есть, конечно, классно, когда есть новые методики, но вот это не стоит забывать. Говоря о дальнейших шагах. Допустим, мы выявили какие-то нарушения ритма, либо какую-то наследственную патологию, о которой мы уже говорили. Как маршрутизировать дальше этого пациента? По сути, ведь он сейчас ничем не страдает, у него нет никаких жалоб. Что мы должны с ним делать, кто его должен наблюдать и кто с ним обсуждает прогноз? Если мы говорим про нарушение ритма сердца, это исключительно кардиолог. Более того, отдельная специфика, и сейчас это будет уже утверждено, это аритмолог будет заниматься непосредственно этим пациентом. Там достаточно много своих нюансов. Это целая программа, по сути, честно говоря. Но знаете, что еще очень важно? Мы же говорим в целом про внезапную смерть. О том, что мы должны понимать, какие события привели, и что может быть вот этим предиктором, который к этому привел. Что как не представляет самое важное. Потому что, если их поделить, нарушение ритма сердца, тромбоэмболическое событие, острый коронарный синдром, спазм, нарушение мозгового кровообращения, соответственно, за счет, опять же, вероятно, гипертонического криза. То есть, если потихонечку вот это все раскручивать, то, оказывается, на ранних стадиях это выявить можно. Вот простой пример. Ребенок занимается футболом. Где-то травмировался, где-то перелом. Все зафиксировали, гипс наложили. Но как-то забыли про такой нюанс, что при ряде переломов и травматизме в целом очень часто нарушается реологическое свойство крови. Ну и как-то не подумали о назначении коагулянтов. Или низкомугулярный гепарин на какой-то период времени. И ребенок потом внезапно, вроде вылезет, пошел на футбол, погиб. Как? Такое вот часто на футболе бывает. Тромбоэмболия. Не только у детей. Не только у детей. Тромбоэмболия – это вообще бич и беда. Но, тем не менее, также мужчина или женщина, женщина важнее, варикозная болезнь вен нижних конечностей. У вас чудесные красивые ноги. Высокий каблук. Это все очень чудесно красиво. Ко мне спрашивают, нравится? Я говорю, конечно, нравится. Но с точки зрения врача-кардиолога, мне хочется каждый раз сказать, когда вы идете в Большой театр, это все красиво. Спасибо вам большое. Но когда вы выходите из Большого театра, приходите домой, вам нужно идти на работу, оденьте балетки. Оденьте кеды. Оденьте так, чтобы вам было удобно. Опять же, варикозная болезнь, если вы ее видите, и даже если это не глубокие вены, вы об этом знаете, поверхностные, сходите к флебологу, пожалуйста. Сделайте УЗДГ, дуплексное сканирование. Потому что высока вероятность того, что там могут возникнуть тромбы. И можно тоже себя уберечь от того. Потому что этот тромб, в конце концов, если он даже есть, особенно если это флотация, что он может оторваться, его надо быстро избавляться от него. Наверное, актуально будет для терапевтов, которые нас смотрят, чтобы они это рекомендовали своим пациентам. Конечно. Конечно. И, наверное, еще один такой важный вопрос в отношении внезапной сердечной смерти – это спортсмены. Какие признаки должны насторожить спортивного врача, педиатра, если это дети, которых наблюдает этот врач, либо терапевта, если вдруг человек не является спортсменом, но планирует марафоны. Какие признаки должны быть настораживающими с точки зрения рисков возникновения внезапной сердечной смерти? Ну, прежде всего, это внимательное наблюдение за спортсменом минимум два раза в год. При том, что это обязательное проведение функциональных тестов, в том числе велоэргометрии, в том числе забор газов. Наблюдает кардиолог? Вообще формально, как бы в нашей стране это делает кардиолог, но во всем мире это делает спортивный врач, специально подготовленный. Спортсмены и неспортсмены тоже могут обращаться к кардиологу? Конечно, конечно. Но здесь тоже есть палка о двух концах, потому что, дескать, вот сейчас все начали бегать марафоны, ЗОЖ. Каким марафон? Три атлетами все стали, по большому счету. И вот всем надо получить как бы справки перед тем, как это проходить. Да, но спорт ведь это хорошо. Спорт это хорошо. Спорт... Знаете что? Физкультура это хорошо. Спорт это не очень хорошо. Особенно профессиональный. И вот когда приходят, делается, разумеется, вот там сделали кардиограмму, сделали функциональные тесты, посмотрели биохимию крови, там все что угодно можно говорить. Но это все, к сожалению, не покажет. У спортсменов немножко другая история. Поскольку у него гипернагрузки, разумеется, надо предполагать то, что первое, что может быть, у него может быть спортивное сердце. И мы сейчас говорим про гипертрофию миокарда, увеличение стенки левого желудочка. Повышен ли риск у гипертрофированного сердца? Конечно. Безусловно. Опять же, к тем же самым нарушениям ритма. Безусловно. И это надо очень четко следить и смотреть. Потому что сейчас позволяет все. Ультразвуковая методика, она, в принципе, позволяет это отслеживать очень здорово. И клапанную патологию, и, в принципе, все структуры сердца. И посмотреть там, если появляются какие-то избыточные регуляции, это все видно сейчас очень хорошо. Запрещаем ли мы спортсменам заниматься спортом, если у него есть гипертрофия миокарда? Да. Гипертрофия миокарда. Абсолютно. Это противопоказание к продолжению занятий профессиональным спортом. Но, коль мы, кстати, заговорили про гипертрофию, опять же, надо вспомнить и более сложное понятие ГКМП, гипертрофическая кардиомиопатия, которая тоже сопряжена, между прочим, с генетикой, как правило. И есть вещи такие, есть гипертрофическая кардиомиопатия с обструкцией выходного тракта, опять же, что свидетельствует о том, о высоком риске быстрого нарастания сердечной недостаточности и, опять же, тех же самых нарушений ритма сердца. И это надо тоже вовремя понять, вовремя выявить, сделать всего лишь ультразвуковое исследование. И уже, если есть показания при такой патологии, в наше время есть кардиостимулятор, который нам очень здорово помогает в этом плане, который может это предвидеть. даже не просто кардиостимулятор, это кардиовертер-дефибриллятор, который будет купировать вот эти желудочковые тихикардии как раз. И еще один момент, вот как раз мы касаемся нарушения ритма, очень важная вещь, это вообще, конечно, электролиты. Мы настолько часто про это забываем, про вот это понятие гипокалиемия, а это чудовищно. Мне посчастливилось. Я долгое время работаю с профессором Рибыкиной, вот, и еще, когда только я начинал, в общем-то, нас муштровали по поводу электрокардиограммы и хвост, и в гриву. Это достаточно удивительный человек, который мог поставить сакронный диабет по ЭКГ, гипокалиемию, гипотиреоз, тиреотоксикоз. Для меня это хорошая школа была. И вот эти моменты мы очень часто пропускаем по поводу гипокалиемии, а ведь это должно быть первым звоночком как раз. Особенно, когда есть какие-то судороги. Кстати, вот симптомы. Самое главное, что симптомы судороги как раз, когда появляются у того же самого ребенка, синкопальные состояния, когда появляются как раз, это тоже еще один звоночек очень важный. И вот это гипокалиемия, мы ее очень часто пропускаем из-за того, что мы пропускаем исходно эндокринную патологию, которая может быть субклинической. Это все, что связано с сочетовидной железой, разумеется. А это настолько просто. Но Т4 свободный ТТГ, ты взял, посмотрел соотношение, и уже как-то стало, да, немножко как-то полегче? Означает ли это, что мы должны рекомендовать, я имею в виду, мы и врачи должны рекомендовать всем сдавать ЭКГ, УЗИ сердца, калий, другие электролиты, возможно, ТТГ, Т4 для того, чтобы предусмотреть эти риски? Нет, нет. Знаете, это невозможно, если мы говорим особенно в условиях, как бы очень хочется верить, что мы когда-нибудь войдем действительно в эту историю 4П, конечно, нет. На все должны быть свои показания, разумеется. Почему я исходно начал с того, что терапевт должен быть грамотным? Это, разумеется, не 12-15 минут на прием. Это около часа. Это, в том числе, разговор с ребенком, разговор с родителями. Ведь как зачастую приходят... А у вас были какие-нибудь проблемы с патологией у родителей? Нет. А давление как? Да всю жизнь нормальное. Нормальное какое? 180 на 110. Или умер в 32 года. Да, или умер в 32 года. Ну, бывает. Ну, чего, да. У него тяжелая работа была. То есть вот с этого надо начинать, разумеется. И когда уже вот эти выявляются вещи... Например, в роду сахарный диабет. Вот. Еще один фактор риска. Громадный фактор риска, который сейчас обозначили, между прочим, на уровне с инфарктом. Вот. То есть вот эти все патологии надо выявлять. Патология вообще со стороны эндокринной системы это очень важный момент в предотвращении как раз, в предикции внезапной смерти. Это может быть связано с надпочечниками очень часто. Тот же самый, там, например, гиперкортицизм. Тот же самый. Или синдром, или болезнь Цинкокушинга. Это высоченные риски. Вот. В отношении синдрома и Цинкокушинга, если я не ошибаюсь, было очень любопытное исследование. Оно называется Мишин. Мне хочется прямо, знаете, вот в этот момент добавить Mission Impossible. Вот. И вот немножко наложить музыку, да, и Тома Круза вместо меня в этот момент. Потому что очень похоже на правду. Так вот, из-за и Цинкокушинга, причины смерти, на первом месте это острый коронарный синдром, нарушение мозгового кровообращения, нарушение ритма и тромбоэмболии. В отношении внезапно-сердечной смерти еще два момента. Мы когда обсуждаем, в том числе эндокринную патологию, смотрим, как правило, вот, например, первичный гиперадолитетеронизм, он ставится на втором месте. Стоит. А на первом месте, знаете, что? Вот это очень любопытно, это вообще моя тема. Метаболический синдром, но это часть метаболического синдрома, синдром абструктивного апноэ сна. Это бесконечно важная тема, потому что, во-первых, его нужно непременно верифицировать. И достаточно просто, правда? Просто спросить, вы храпите? Ну, конечно, неудобно, но зато можно всегда супругу спросить, скажет, еще как? Еще как храпит? И ведь есть, мы знаем, что центральный генез синдрома абструктивного апноэ, вот с ним, пока мы не знаем, увы, что делать, но, тем не менее, это тоже вот должна быть некая предикция к этим вещам, чтобы предотвратить прежде всего. Ну, то есть, основная роль, как я понимаю из нашей беседы, все-таки на наших дорогих терапевтах. Да, абсолютно. Потому что они должны правильно, ну, должны, плохое слово, маршрутизировать пациентов к кардиологу, к эндокринологу или к спортивному врачу и другим смежным специалистам, которые будут уже дальше наблюдать, выявлять риски и защищать пациента, если ему они как-то грозят. Да, но здесь еще такие моменты, если в отношении, например, спортсменов говорить. Ведь сейчас наши все любимые спортсмены, мы же все сейчас спортсмены, мы все тренируемся активно. Особенно те, кто ходят на кроссфит. Но как-то, знаете, не модно вот просто тренироваться. Ну, вот раньше как-то ты пришел там, селфи сделал, сейчас нет, надо вот баночками закупиться непременно. И вот со мной была очень любопытная история, когда пришел такой мужчина, ну, где-то порядка 60 лет, раннее утро, он так достаточно бодро выглядит, все здорово, ну, и достает банку, как обычно все это размешать. И, значит, он туда заливает баночку энергетического напитка и несколько добавок, в том числе добавки с экстрактом герани, вот, и еще, и еще, и еще. Я так смотрю на него, а как-то неудобно, и признаваться сразу не хочется, что доктор испугается же. Вот. Я говорю, слушайте, ну, а вы что делаете? Зачем? Как? Говорю, ой, что ты, у меня сейчас такая девушка появилась, шикарная. Но сказала, дескать, мне нужно немножко схуднуть, хотя, в принципе, ну, там избыток массы тела, там даже ожирения нет. А то, деск, никакого волшебства не будет. Я говорю, а понимаете, что вот сейчас на беговой дорожке у вас может другое волшебство случиться? Говорю, не волнуйся. Я сходил к доктору, он мне все объяснил, и к терапии, говорит, добавил аспирин, поэтому он меня уберегает. Я взбельнился, прямо тебе скажу, потому что, ну, у меня правда наступила точка невозврата какая-то в определенной степени. Говорю, вы понимаете, что доктор вас в этом ключе еще и поддобил сверху. Потому что если у вас сейчас подскочит давление, оно непременно подскочит у вас давление, и вы еще принимаете антиагреганты. Говорю, риск геморрагического инсульта у вас возрастает просто в космической прогрессии. Он, естественно, этого не понимал. Плюс, как мы потом выяснили, он, разумеется, еще балуется силдонофилом. Вот это то, что мы сами делаем, сами себя губим. Плюс биологически активные добавки. Я тоже про них не могу не сказать, потому что, когда приходят к эндокринологу, а там хром, витамин D, конечно, витамин Е. Вот. И все эти добавки, там уже зашкаливающие уровни. А никто не удосужится почитать, потому что, на самом деле, высокие концентрации витамина D, это крайне опасно. Это, опять же, говорит о внезапной смерти. Особенно при метаболическом синдроме, гиперурекемии и прочих проявлений. Именно. И последнее, наверное, чтобы как-то подвести итог, конечно, самая большая проблема – это артериальная гипертензия во всем мире, по большому счету. И вот верифицировать, диагностировать ее, вовремя понимать, это очень важно, потому что одно дело – это первичная форма артериальной гипертензии, и другое дело, когда это вторичные формы, и когда тут действительно должен быть очень грамотный кардиолог, который это должен распознать и вовремя выявить. Потому что это зачастую лечится не терапевтическим путем, а именно хирургическим. Спасибо. Я думаю, это был очень важный разговор, Константин. Это была рубрика «Под вопросом» нашего цикла «Кардиозум» в эфире в мобильной студии Первого медицинского Канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова